Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписал указ, согласно которому учреждены денежные поощрения педагогическим работникам, подготовившим победителей Всероссийских Олимпиад школьников и учащихся среднего профессионального образования. В зависимости от уровня Олимпиад, талантливым и высокопрофессиональным педагогам будет выплачиваться вознаграждение в размере 250 либо 150 тысяч рублей. В 2015 году Чувашия вошла в десятку лучших регионов по эффективности участия в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Количество победителей и призеров увеличилось вдвое. Мы давно привыкли и не всегда замечаем их работу, но без их профессии современные города не смогут существовать. Сегодня с профессиональным праздником поздравляли работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Они делают нашу жизнь светлее, чище, красивее. В прямом смысле. Благодаря их стараниям в наших домах и на улицах есть свет, а из крана течет чистая вода. Они приводят город в порядок, высаживают цветы на клумбах, оформляют кроны деревьев. Усилиями работников сферы ЖКХ города функционируют, а мы живем в комфорте. В свой профессиональный праздник большинство из них на работе. Им не привыкать. Работа очень сложная. Все выходные, праздничные дни, ночное время работаем мы. Устраняем все неполадки, которые связаны с жилищным фондом. 31 декабря приходилось нам два раза отключать и подключать теплоснабжение в жилых домах и горячее водоснабжение. Галина Васильевна Норкина на водоканал пришла работать 18 лет вместе с супругом. Теперь своими коллегами она называет дочь, зятя и внуков. Технические условия, проверка качества воды, соблюдение правил технобезопасности. Работа у нас большая, конечно, и в основном только это качество воды. Я пошла по маминым стопам, тоже работаю уже около 30 лет в водоканале. Мы с мужем устроились тоже сразу в водоканал. И потом пришли дети, сын, у меня с 14 лет вообще начал работать в водоканале, стал подрабатывать сначала. А потом после армии сразу вернулся уже на свое место. Геннадий Васильев о своей работе говорит коротко. Мы отапливаем город. И передает слово коллеге и по совместительству жене. 27 лет стаж у меня. Сейчас вышла на пенсию. Работал когащицей все 27 лет. Работа мне нравилась, работала с удовольствием. Отрасль ЖКХ в России проблемная. И в ближайшее время коренным образом ситуация не изменится. Но мы работаем, и результаты есть, отметил глава Чуваши. С начала этого года в нашей республике побывали 6 федеральных министров. Очень много мы мероприятий проводили федерального уровня, межрегионального уровня. 1 марта побывал представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот они высказывают добрые слова в адрес горожан, в адрес трудолюбовых людей, которые проживают на этой земле. Говорят, оценивают нашу с вами совместную деятельность по чистоте, по благоустройству территории. И тем самым ваша работа поднимает инвестиционную привлекательность Чувашской республики и деловой климат. Перечислять заслуги работников ЖКХ и сферы обслуживания можно долго, но достаточно напомнить. Чебоксары в последние годы дважды признавались самым благоустроенным городом России. Ольга Курычкина, Сергей Рябчиков, Республика.